Помимо экскурсии, Светлана Денисова пообщалась со студентами и старшеклассниками. Защитник детства напомнила учащимся об их правах и ответственности, разобрала знакомые детям ситуации. Учитель говорит, Насте делает замечание, что она пришла в джинсы-каталстовки, а Настя ей отвечает, что она имеет право. Она как хочет, так и одевается. Она так само выражается. Как вы считаете, кто прав в данной ситуации? Дети дружно признали, что учитель. Вспомнили про устав и локальные акты школы. По словам уполномоченного, дискуссия получилась. Светлана Анатольевна на вопросы о сотовых телефонах на уроке «Свободе слова» напомнила ребятам, что когда мы хотим реализовать свои права, мы не должны нарушать права других людей. А также рассказала, куда можно обратиться за помощью. Они зачастую иногда не знают, кому и как обратиться. Иногда бывают конфликты с родителями. Как разрешать конфликт с родителем? Куда обратиться? С одноклассниками, с буллингом? У нас очень хорошо работает детский телефон доверия. Мы сегодня про это с ними говорили. О том, что туда могут, вот это, кстати, не все знают взрослые, что туда могут позвонить не только дети, но и родители могут позвонить туда, если у них есть проблемы в общении с ребенком. Вечером Светлана Денисова пообщалась с журналистами. К примеру, рассказала, что самое частое обращение к уполномоченному по правам ребенка – это когда родители не могут договориться о проживании и встрече с детьми после развода и выплата алиментов. Во время пандемии родители чаще всего жаловались на дистанционное обучение. Родители считали, что это нарушение прав на образование, но нам приходилось родителям отвечать о том, что первое право… Кстати, дети это очень хорошо знают. Я сегодня им вопрос задавала. Какое самое главное право есть у ребенка? Право на жизнь и здоровье. Мы были вынуждены, таким образом, сохраняя здоровье наших детей, временно перевести детей на дистанционные технологии. Мы будем надеяться, что это все позади. Если у вас есть вопросы к уполномоченному, вы можете задать их на сайте perim-dety.ru. Там же можно оставить свое обращение. Оно будет считаться официальным. Здесь же указан детский телефон доверия. Его номер 8 800 2122. Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.